Григорий Неделька, Сергей Решетняк. Клетка открыта. Не залить горючку! Едва покинув мостик, капитан Выхин закурил. Сработала автоматика, унося сигаретный дым в вентиляцию. Театр абсурда! А впрочем, стоит ли удивляться после случая с 75-м? Старший помощник Алексеев беспомощно развел жилистыми руками. Хорошо, хоть ракеты по нему не попали, попытался старпом найти положительную сторону. Да, иронически согласился Выхин. Просто здорово, что в космопорту работают не только пьяницы, но и люди с ужасным глазомером. Юра, лучше если бы сбили? Гена, лучше если бы залили? Капитан грузолета 31 вспомнил о соловелой глаза заправщика. Ладно. Выхин постарался отвлечься. Где ближайшая КЗС? В соседней галактике, Виола отозвался Алексеев. Мы туда не долетим. А свободных дозаправщиков у них нет. Уже узнавал. Командир, рослый плечистый мужчина, прошелся взад-вперед. Горючие в основном баки на исходе, а в дополнительном, благодаря халатности работников космопорта, с самого начала пусто. Но откуда взялась пробка? Насчет того затора не выяснил? Спросил Выхин. Кош-то общался с другими водителями. Вроде бы там звезда взорвалась и для безопасности движения остановили. Десять часов на одном месте, с негодованием подумал капитан. Десять! Хотя мы отключили двигатели, регистраторы парочку систем, остальные-то все равно работали на горючке. Свет, столовая, медицинский отсек, туалет с душем. А потом еще крюк пришлось делать, тратя скудные, как выяснилось, топливные резервы. Эх, обратились бы к космической полиции, вслух рассуждал Выхин. Глядишь, они сделали бы исключение. Угу, но кто ж знал? В этом-то и проблема. Никто никогда ничего не знает. Как вернемся домой, мрачно проговорил Выхин, предложу комитету отменить межгалактические трассы и дороги. Пусть корабли свободно летают по космосу. Поддерживаю. Где подписаться? Привет, ребята! С французским акцентом сказала подошедшая тихо Жули. Чем озабочены? Алексеев подтолкнул капитана локтем и шепнул на ухо. Повезло нам все-таки с новым экспедитором. Выхин лишь отмахнулся. Горючее заканчивается, извести лон. Как это удивилось Жули. А вот так, не залили. Странно. Нет, очень даже обычно. Это меня и бесит больше всего, пронеслось в голове у Выхина. А король беззаправочных станций в этой галактике нет, добавил Алексеев. Проблема. Экспедитор замолчал, но вскоре продолжила. А что если сесть на какой-нибудь планете поблизости и заказать экспресс-доставку топлива с Земли-7? Горючее нам должны даром отдать, я считаю. И я тоже, но важно, как считают, они сами. Выхин вздохнул. Ладно, хватит репаться. Гена, сообщи экипажу приятную новость. Груз давно на месте, так что, Жули, отдыхай. А я на капитанский мостик сажать корабль. Надеюсь, хоть тут судьба нам под ножку не поставит. Единственная планета, которая находилась в пределах досягаемости, оказалась не занесена на звездную карту. Корабль же дважды летал этим маршрутом, но экипаж не обращал внимания на маленький, по космическим меркам, шарик. Во время их приземления планету укутывали темно-серые кучевые облака, отчего та напоминала футбольный мяч, покрытый густым слоем грязной пены для бритья. «Ни черта не видно», – пробормотал смуглый пилот Коршта. Громко запиликал регистратор. Система обнаружила в циртосфере мощное излучение. «Техника какие-то лучи засекла», – обратился Коршта к Выхину. «Сейчас определяется с классом». «Радиоактивные?» «Пока не знаю, но обычно прибор их моментально распознает. Тогда не заморачивайся». Коршта снова взглянул на обзорный монитор. Облака. Сплошные облака. Толстые, словно бегемоты, и такие же ленивые. С местами двигаются. Пилот хотел разогнать их с помощью встроенного в корпус грузолета оборудования. Однако оно тоже функционировало на топливе, и португалец передумал. Корамль продолжал плавно снижаться. С каждой сотней метров все медленнее. Регистратор показывал, что до поверхности немногим более двух километров. Теперь не врезаться бы в гору, если здесь, конечно, есть горы. Полтора километра, – оповестил Коршта, следивший за показаниями приборов. Выхин просто сидел ровно, чтобы не нагнетать обстановки. «Молодец, парень!» – пытаясь рассмотреть на мониторе что-нибудь, помимо облаков, – произнес капитан. «Не дрейк!» «И ты, Юра!» – мысленно успокоил себя Выхин. «Озеро, в их случае, – идеальное место для посадки. Можно и на равнину приземлиться, только бы не на скалу. Юрий Максимович, пятьсот метров!» «О, Боже!» Вездолет тряхнул, и Выхин чуть не свалился с кресла. Стены закачались, будто пьяные. Слабый толчок, еще одна встряска. Громкая, явно нецензурная португальская речь. Очень сильный толчок. Мигнувший свет, и на сей раз ругательства русские. Свет погас окончательно, но вспыхнул через пару секунд. А следом все прекратилось. Кошта, с шумом выпустив из легких воздух, обернулся к капитану. «Сели!» – он расплылся в довольной улыбке. «Даже топливо осталось. На донышке!» Переведя дух, Выхин молча пожал пилоту руку и потянулся к коммуникатору. Главный космопорт Земли-7 ответил далеко не сразу. «Тридцать первый, вас понял», – подтвердил диспетчер. «Координаты получены. Топливо будет доставлено через сорок восемь часов». «А нельзя ли побыстрее?» – уточнил Выхин. «Учитывая расстояние, это вряд ли возможно. И все же постарайтесь, ведь, напомню, не по своей воле мы застряли. Неясно где». «Понял, тридцать первый. Свяжемся с вами». «Хорошо, а…» – Выхина прерывали треск и шипение. «Земля-7». «Земля-7, прием!» Диспетчер не отвечал. «Видимо, проблемы со связью, из-за которых они и не слышали вызова», – предположил Алексеев. Вся команда была на капитанском мостике. Командир корабля, старший помощник, пилот, экспедитор Жули Кутияр, механик Вася, которого подружески называли Арнольдовичем, врач Семен Райбман и начальник безопасности Южин Смитсон. «Наши планы, Юр», – поинтересовался Алексеев. «Гуляем, Гена, гуляем и не беспокоимся. Судя по полученным данным, состав атмосферы очень напоминает воздух старушки Земли-1. Даже в сутках почти столько же часов – 25. «А как насчет природы?» – прозвучал вопрос, отсмотревшего в иллюминатор Арнольдовича. «Я вижу только голую землю да камни». «Вот и выясним заодно», – старался подбодрить команду Выхин. «Айда за мной, ребята! На освоение мира, где не ступала нога человека!» Капитан уверенным шагом покинул мостик. Экипаж подтянулся за ним. Дружно, но без особого энтузиазма. Со слабым интересом команда озирала окрестности. Космонавты, одетые в спецкостюмы, на всякий случай прихватили бластеры. «Но и дыра», – уныло произнес Райбман. «Лучше бы на орбите зависли». «Издохли бы к утру от нехватки кислорода», – лыбец прокомментировал вечно веселый Арнольдович. Ничего не ответив, судовой врач поплелся в сторону мощной фигуры Смитсона. Американец прогуливался на некотором отдалении. «Давайте посмотрим, что тут и как», – доставая сигарету пробубнил Выхин. Ему это место тоже не нравилось. «С каждой планетой что-нибудь да неладно», – вертелась в голове мысль, почерпнутая из какой-то старой книги. «Земля-1, вот, была заселена до предела. Землю-7, как показала жизнь, заполонили идиоты. Впрочем, тоже относилось и к Первой Земле. А здесь что не так? Хотя та книжка всего лишь фантастика, вымысел. «Объявляю, что отныне эти земли принадлежат империи!» Фраза вывела капитана из раздумий. Обронил ее Кошта, который гордо стоял на булыжнике, опираясь на жертв с привязанным платком. Португалец спрыгнул и, потрудившись, все же вогнал деревянное древко в не очень податливую почву. «Из дома захватил», – похвалился пилот. «На такой вот знаменательный случай!» Забавная ситуация подняла экипажу настроение. «А раз планета теперь наша, пошли ее исследовать!» Выхин убрал неподожженную сигарету. «А ты, конкистадор, остаешься за кораблем приглядывать!» Кошта тут же погрустнел, но его спас вернувшийся вместе со Смитцином Райман. Пожилой еврей предложил свою кандидатуру. «Я слишком стар для пеших прогулок», – объяснил он. Шли долго. Иногда казалось целую вечность. Пейзаж не менялся. Те же серые пыли, безжизненные каменные глыбы. Алексей в пару раз копнул землю анализатором, но не нашел в пробах ничего интересного. Ржеволосая жули болтала с мускулистом Арнольдычем. Кошта напевал португальскую народную песенку и радостно подпрыгивал всякий раз, когда доходил до припева. В их ино не покидали мрачные мысли. Рейс не заладился с первого же дня. Вначале пришлось экстренно созывать команду, поскольку их отправляли вместо поломавшегося 30-го номера. Потом это неразбериха при выгрузке. Отыскался-таки кретин, который напутал с документацией. Слава богу, груз приняли, однако были потеряны добрых полдня. Затем инцидент на трассе, а теперь неизведанная планета. И откуда только на куски безжизненного камня взялся кислород? Выхин понял, что его зовут, лишь когда Гену начал трясти за плечо. «Юр, мы кое-что нашли, тебе стоит взглянуть». Через пару минут команда собралась вокруг четырех черных монолитов, исписанных незнакомыми белыми символами. «И что это?» – хмурец спросил Выхин. Предположение не последовало. Юрий достал мини-комп и сфотографировал таинственные письмена. На сканирование ушла пара минут, еще столько же ждали результатов. «В ввозе нет сведений ни о монолитах, ни о письменах», – озвучил Алексеев. «И чего?» – почувствовал кудрявую макушку, – поинтересовался Арнольдович. «Прикрепим маячок, а по прибытии домой доложим о каменюках. Пусть ученые разбираются», – ответил закуривший Выхин. «А пока возвращаемся. Поздно уже, и так три часа гуляем». По возвращении выяснилось, что связи по-прежнему нет. Команда освежилась, немного отдохнула и собралась в столовой на ужин. Проходила наживленно. Идеи насчет происхождения обелисков соревновались в фантастичности. Лишь капитан не участвовал в беседе, неохотно ковыряя ложкой питательную смесь. Кошта снова затянул национальную песенку. Пилот уже начинал доставать Выхину вокальными упражнениями. Арнольдович шушукался с жули. Внезапно девушка воскликнула «Мондио!» и усвалилась со стула. Оторвавшись от тарелок, все с удивлением посмотрели на экспедитора. «Милочка, ты чего?» – спросил Арнольдович, помогая жули подняться. «О, мне показалось, я увидела привидение!» – сказала испуганная француженка. «Возле той стены!» Это нервы, усталость, не переставая ковыряться в тарелке, заметил Выхин. «Семен, дай ее успокоительного на ночь!» Райбман кивнул. Закончился ужин без происшествий. Выхин разбудил громкий крик. Напялив штаны и выхватив из коборы бластер, капитан выбежал из каюты. Крик повторился. Он раздавался из комнаты жули. По пути Юрий встретил не менее взволнованного Алексеева. Вдвоем они вломились к француженке. Перепуганная девушка забилась в угол комнаты. Ноги поджаты груди, тело бьет сильная дрожь, а на лице застыло выражение ужаса. «Жули, что такое?» – спросил подошедший к ней старпом. Выхин внимательно осматривал каюту. «Призрак!» – выдавила девушка. «Я его видела! Он был здесь!» «Ага, призрак! Замечательно!» – выхинул-сунул бластер за пояс. «Что тут у вас?» – внутрь заглянул Арнольдович. «Призрак!» – иронично ответил капитан и собрался уже уйти, когда по кораблю разнеслось пение Мигеля. Одна кричит, другой поет. Плеск! Станцевать, что ли? «Вася, тащи этого баритона к Семену, а мы придем туда с жули. Будет сделано!» Арнольдович исчез. Выхин с Алексеевым взяли девушку под руки и повели в медблок. Жули выглядела очень растерянной, не упиралась. Перед каютой Райбмана ожидал новый сюрприз. Не успели они постучать в дверь, как послышался голос врача. Семен громко с кем-то спорил. Когда дверь открыли, еврей тотчас повернулся к капитану. Лице медика читалось непонимание. «Что вы броните посреди ночи, да такие озабоченные», – изумнился Райбман. «Надо спать. Не мне вам рассказывать, насколько это важно для космонавта. А тут еще стрессовая ситуация, лишний час в сутках, акклиматизация. В общем, полный комплект». «Семен, ты с кем разговаривал?» – спросил Выхин. «Я?» – Райбман недоуменно нахмурил брови. «Вы верно ошиблись?» «Я молчал?» «Но мы втроем слышали?» Алексеев и Катияр подтвердили слова капитана. «Ты не с кем здесь разговаривать. А вы в порядке?» Только сейчас взгляд Райбмана остановился на перепуганной жюли. «Что случилось с девочкой?» «Нужна твоя помощь. Снова призрак». «Призрак?» «Как мило. Но излечимо. Закатайте ей рукав». Доктор достал из шкафчика ампулу и пневмо шприц. «А почему раньше не вкалал, недовольно пробубнил Выхина, галяя плечо девушки?» Безвольная жюли, кажется, не до конца пришла в себя. «Необходимости не было», – ответил Райбман. «Я же ее осмотрел». Он сделал быстрый и безболезненный укол. Затем пояснил. «Успокоительная и снотворная. Подействует минут через пять». «Отлично». Капитан не успел продолжить. В медблок вошли Кошта и Арнодич. «А, вот и ты, Мигель. Где пропадал?» «В раздевалке, собирался на прогулку», – ответил за провинившегося механик и возгоготнул. «Короче говоря, еще одна песенка и будешь спать под открытым небом». «Я же пил совсем тихо, попытался защититься Кошта. Да ты орал на всю... Черт, как планету-то называть?» С предложением выступил Арнодич. «Мы тут заперты, так что имя клетка, думаю, подходящее». «Зоопарк это, блин, а не клетка», – не выдержал Выхин. «Да что с вами стало? Надышались? Так здесь и цветов нет. Дыма тоже. Черт, да ничего тут нет». «Капитан, успокойтесь», – Арнодич положил пухлую ладонь Выхину на плечо. Тот покивал. «Угу, сохранишь с вами спокойствие, пожалуй. Ведете себя хуже дебилов». «Ладно, сейчас пройдет». «Может, обыщем корабле повторно просканируем местность?» – сказал Алексеев. «Мало ли что упустили. Токсин какой». «А помните это странное излучение? Вдруг оно виновато», – выдвинул гипотезу Кошта. «Вот это дельная мысль», – похвалил Выхин. «Лучше, чем дурацкие песенки в разгар ночи». «Расследование проведем завтра». «Семен, пусть же Липа живет в медблоке. Только не забудь забрать у нее бластер и включить систему безопасности. Она от горючки работает, но уже нет смысла экономить. Будем посменно кормить девушку, следить, чтобы не навредила себе». «Арнольдович, отведи Мигеля в его каюту». «Ну все, по койкам». «Юра, как думаешь, проблема в монолитах?» – спросил Алексеев, когда они возвращались в свой сектор. «Да фиг знает». Выхинут перед дверь каюты электронным ключом. «Хотя вполне допускаю, что камни воздействуют на сознание». «Ты серьезно?» «А что? О глыбах-то пока ничего не известно. И есть ли другие версии?» «Ну, например, непривычное давление влияет на мозг». «Возможно». Как не было, древняя мудрость гласит. Только гриппом вместе болеют, а с ума поодиночке сходят. Следовательно, причина есть, даже если мы ее не видим. «Опять поддерживаю». Устало пожелав друг другу спокойной ночи, они с Алексеевым разошлись по каютам. Конечно, самая правдоподобная версия токсина, размышлял Выхин, ложась в постель. Если космические дальнобойщики чем-то надышались, это легко объяснило бы их поведение. Кроме того, организм каждого человека уникален, из-за чего люди по-разному переносят отравление. Правда, в токсине ли дело? Выхин не мог побиться об заклад. К тому же он кое-что скрыл от команды. Когда экипаж возвращался с прогулки, капитан уловил краем глаза быстрое движение. Выхин повернул голову и на долю секунды заприметил покрытой серой шерстью тельца с длинными ушами. Создание юркнуло за валун. Под предлогом, что хочет выкурить сигарету, Юрий отстал от команды, осторожно подошел к камню и заглянул за него. Там было пусто. Но куда исчез, похоже на зайца, зверек? Нору спрятался, а выход забросал землей? В воздухе растворился. Или клетка действительно населена призраками? В зонах сверхъестественной активности, если верить рассказам, часто происходят необъяснимые вещи. Планета даже могла специально прятаться от людей, потому-то и не появилась на карте. Фантазия разыгралась. Десятки неподтвержденных догадок громко гудели в голове, мешая спать. Выхин перевернулся на бок и, несмотря на смутные беспокойства, вскоре заснул. На утро атмосфера вновь сгустилась. За завтраком члены экипажа старались смотреть свои тарелки и никуда больше. Космонавты упорно молчали, не считая редких просьб передать соль или сахар. Выхин подсел к Райбману, чтобы пообщаться, спросить совета, но судовой врач только мыкал да угукал. Командир, собираясь с мыслями, непроизвольно обвел взглядом столовую. Раньше он не замечал, что все сидят на таком расстоянии друг от друга, будто сторонятся коллег. Выхин с громким стуком опустил ложку на стол. «Что происходит?» – громыхнул он. «Мы похоронили кого-то? Или на борту началась холодная война? Тогда почему мне об этом не доложили?» Экипаж продолжал молчать, однако ел уже не столь шумно. Кое-кто, слегка повернув голову, косился на командира. «Я спрашиваю, по какому поводу траур?» Не дождавшись ответа, Выхин рывком поднялся из-за стола. После завтрака в комнату отдыха. «Не пришедших считаю дезертирами. Даю полчаса». И он покинул столовую. Сбор в комнате отдыха не улучшил общего настроя. Арнольд смотрел в пол, отстукивая пальцами по коленке почти неслышный ритм. Смитсон с каменным выражением лица взирал на искусственное растение в горшке. Райбан периодически покашлял в кулак. Прочие тоже ничем не выдавали заинтересованности, даже если она была, в чем Выхин сильно сомневался. Пауза затягивалась, перевозчики облегчить душу не спешили. Пришлось капитану в очередной раз взять слово. «Я вас слушаю. Очень внимательно. В чем дело, ребята? Расстроились из-за Жули?» Молчание. «Вы тоже отправитесь в отдельные апартаменты. До конца полета!» На сей раз безмолвие длилось недолго. Откашлившись, заговорил Райбан. «Да вы не сердитесь, командир. Просто обстановочка на судне, как бы поточнее выразиться. Нервная», — закончил мысль врача Алексеев. «Верно», — подтвердил Смитсон. «И непонятная». «Где тущее?» — добавил Арнольдович. «Хоть что-то», — подумал Выхин. «Парни, что бы ни про дело, разберемся. Уже бывали в переделках. Важно вместе держаться и духом не падать. Скоро прилетит дозаправщик, и мы отсюда свалим. Главное, до того не наделать глупостей. Согласны?» Экипаж закивал. «Рад, что разобрались. Зажили, чья очередь смотреть?» «Моя», — неохотно произнес Арнольдович. «Но я не могу. Надо шестеренки в корабельном движке проверить. Больно уж стучат». «Ладно». Когда механик ушел, к капитану приблизился Райпман. «Во внутренностях корабля», — шепнул он на ухо Юрию, «нет ни единой шестеренки, помните?» Ситуация повторялась, а Выхин к тому же жутко сглупил. Капитан испытал крайне неприятное, особенно для руководителя, чувство стыда. «Все за мной», — приказал он. «А ты, Семен, раз не самый мускулистый, иди в медсектор». «Я не могу», — врач виноват и под угловзор. «Почему?» «Корабль же из металла, а я с детства стараюсь, как боюсь, металлического». «Да вы знаете, я сюда-то еле дошел». Выхин не отрывал взгляда от Райпмана. Врач говорил совершенно искренне. Вот только полную чушь. В итоге было принято коллегиальное решение запереть Арнольдовича и Райпмана в их каютах, от греха подальше. Пока положение не разъяснится, лучше не рисковать. Но если покладистый пожилой Семен не сопротивлялся, то Вася ни в какую не желал садиться под замок. Попытка усмирить разбушевавшегося силача-механика завершилась синяком под глазом у Алексеева с коротечной погоней по коридорам корабля и вынужденным применением шокера. «Надеюсь, на этом все и закончится», – проворчал подбитый старпом, закрывая дверь в каюту Арнольдовича на кодовый электронный замок. Часа два ничего не нарушало тихой, даже слишком тихой жизни дальнобойщиков. А потом явился Смитсон, ответственный за доставку еды запертым, и принес безрадостную новость. Василий Арнольдович сломал робота. «Что?» – растерянно переспросил Выхин. До прихода охранника его занимала одна мысль – как продержаться еще сутки. Еще всего лишь сутки до прибытия на заправщика. «Механик лишил запертых еды», – стал объяснять Смитсон. «Я ведь в качестве доставщика использовал робота с капитанского мостика. Все равно пневмобот пылился без дела, но я и запускал его в вентиляцию». «Отлично. Апагия субординации». «Прошу прощения». «База ответила». «Пока нет». Выхин хмыкнул. «Тоже чудесно, хотя ожидаемо». Он перевел систему наблюдения за кораблем в автономный режим. Алексеев остается за главного. «Юрий Максимович, вы куда?» «Думать». Мысли не слушались. «Бродящего по левому сектору выхина последнюю минуту занимал вопрос, почему валерианские попугаи розовые?» «С чего вдруг этим заинтересовался?» «Капитан бы не вспомнил». «Словно планета намеренно мешала думать. Надо было снять напряжение». Юрий, не останавливаясь, отхлебнул из фляги с коньяком и свернул в жилой блок. «Что же с клеткой не так? На картах ее нет. Не отметили?» «Вариант. Сектор заброшенный, редко кто тут появляется. Но сигнал от чего не проходит?» «Когда они садились, техника засекла непонятные лучи. Кто-то глушит сигнал, чтобы мы не выбрались и не рассказали о планете?» «Только кому это нужно? Да и зачем? Что здесь скрывать?» Теперь в смысле сбил Кошта, который несся на встречу, как угорелый. «Юрий Максимович, Арнольдыч сбежал!» «Но вы его повязали?» «Да, Смитсон!» «Юджин его схватил? Он помог Арнольдычу!» Выхина пешил. «Ты ничего не путаешь?» «Нет», Кошта эмоционально помотал головой. Смитсон пошел выяснять, зачем механик бота поломал. А потом мы случайно наткнулись на Юджина в каюте, где раньше сидел Арнольдыч. Охранник плакал, словно дитя малое. А Вася тем временем пытался жюль и выпустить. Его старпом заприметил, вызвал меня по коммуникатору. Мы за этим придурочным минут двадцать по правому сектору гонялись, пока Смитсон его шокером не вырубил. Сам выпустил, сам поймал. Не вижу лоники. «И я, Юрий Максимович». «Где он?» «Кто, Вася?» «Черту, Васю! Где Смитсон?» «В своей каюте». Заперся и никого не пускает. Геннадий Павлович за ним приглядывает. «Пойдем мы поговорим с нашим героем». «С Геннадием Павловичем?» Выхин обескураженно покачал головой. «А бегал-то зачем?» спросил капитан по дороге. «Ежиком». «Я раз десять пытался выйти на связь, но вы не отвечали». «Врёв, догадался Выхин. «Или правда глушат». Алексеев с шокером на готове сидел на корточках возле каюты Смитсона. Завидев командира, Старпом не торопливо встал. Выхин с Коштой подошли к двери. «Юджин!» – позвал капитан. «Открывай!» Пауза. Потом дверь въехала в пазы. Смитсон сидел на кровати, уставившись в пол. Выхин присел рядом. «Ну?» – после короткого умолчания сказал он. «Докладывай». «Капитан, простите», – совестливо произнес американец. «Бес попутал». «Теперь еще и бес. Призрака нам мало». Выхин закурил. Привычно зашумела автоматика вентиляции. «Что случилось-то?» «Да черт знает!» Спросил у этого кретина, так ли, про формы, зачем он бота сломал. Думал, Арнольд лишь глупость скажет. Но Юджин ненадолго замолчал. В общем, он ответил, что хотел поговорить с тем, кто посылает робота. Выхин протянул Смитсону сигарету, поднес зажигалку. «Проклятие, капитан!» Он был очень убедителен. Говорил, «Эй, Юджин, это ведь я, старина». «Арнольдович, ты что, действительно веришь, будто я спятил?» «Ты же меня знаешь. Я благурный весельчак, но не псих. Мы каждый раз, вернувшись из рейса, напиваемся в баре «Третий переулок». «Ты на Кристины моего сына с женой приходил?» «Это по-прежнему я, ничего не изменилось. А ребята просто ошиблись. Бывает». «Эй, брат, ну разве похож я на ненормального?» И глаза такие честные. Не знаю, что на меня нашло. «Да уж». «А чего в каюте заперся?» «Посадил себя под арест. Приказ-то нарушил?» «Увольнительный уже отправил вам на мини-комп». «Забудь про заявление. Суток ареста в нашем случае вполне достаточно». «Вас понял, сэр». Вынес каюту и Выхин запер дверь. «Гена», — сказал командир ждущему в коридоре Алексееву. «Я немного прогуляюсь снаружи, а то стены давить начинают. Изолированных не выпускать. Ждать сигнала до заправщика и попытаться выйти на связь с базой. И, прошу тебя, повнимательнее следи за порядком, товарищ Старпом». «Да, вот еще что», — вспомнил Выхин. «Присматривай за коштой». «Интересно, кто будет следующим?» Пронеслась в голове предательская мысль. Юрий постарался отогнать ее, но вопрос был крайне навязчивым. Не прошло и пятнадцати минут, как с Выхиным связался Алексеев. Старпом сообщил, что повторное сканирование ничего не дало. Ни на корабле, ни возле него не обнаружили подозрительных объектов или каких-либо изменений. Что же произошло? Не могла команда, которую он знает несколько лет, просто взять и разом свихнуться. Дело точно не в людях. Без сомнений, всему виной эта дурацкая планета. Лучи, видения, монолиты. Капитан направился к каменным глыбам, чтобы осмотреть их вживую, пощупать. И тут его внимание привлекло растение. С крохотного кусочка темной земли торчал одинокий стебель. Похоже на камыш, отметил капитан. Но откуда взялась растительность? Мы же сканировали, анализ почвы проводили. Камыш рос в метрах в десяти от него. Когда Выхин подошел ближе, выяснилось два факта. Во-первых, стебли насчитывалось около дюжины. А во-вторых, с расстоянием он напутал. Юрия и неизведанную зелень все еще разделяла около десятка метров. Что за чертовщина, вырубился космонавту скорее шаг. Бесполезно, камыш не двигался с места. Тогда командир побежал. Снова безрезультатно. Добраться до оазиса оказалось невозможно. Утомленный, злой, Выхин предпринял последнюю попытку. И к растению, наконец, удалось подойти. Когда же расстояние сократилось до шага, трава вдруг исчезла. «Чтоб она провалилась, эта клетка!» – воскликнул Юрий. «За миражом гоняюсь». Переутомился, видимо. Пойду высплюсь. Кошта сидел на валуне возле грузолета и громко пел, покачивая ногами в такт мелодии. «Командир!» – подозвал он проходящего мимо Выхина. Без особого желания тот остановился. «Да, и нужно сказать вам нечто крайне важное». Португалец, озираясь, вытащил мини-комп, начал судорожно нажимать на сенсорные клавиши. «Сейчас, почти готово». «Вот!» Приглушенно запищал компьютер Выхина. Пришло письмо. Капитан достал устройство, ожидая чего угодно. Но Кошта удивил таки. На экране высветилось сообщение. Одно единственное слово. «Привет!» Что бы ни творилось с командой, эта зараза добралась до Мигеля. Тяжело вздохнув, Юрий приказал собеседнику никуда не уходить и рванул вверх по трапу. Давешнее волнение перестало быть смутным, усилившись сто крат. На капитанском мостике суетился Алексеев. Он вертелся возле панели управления и истерично нажимал на все кнопки подряд. «Кена, ты что?» «А, Юра!» – обрадовался старком. «Ты вовремя! Корабль не едет!» «Куда?» «Никуда не едет!» «Что бы я ни делал, ни в какую!» «Осталось разве что...» Алексеев вытащил бластер, навел на панель. «Работай!» – крикнул он приборной доске. «Или разнесу к чертям!» «Ты с ума сошел!» «Недолго думая, Выхин кинулся на друга. К счастью, бластер удалось выбить сразу. Однако Гену это явно расстроило, и он полез на командира с кулаками. Дрались минуты полторы-две, пока Алексеев не пропустил удар в челюсть. Потеряв сознание, старший помощник вывалился на пол. Выхин притащил буйного перевозчика в ближайшую каюту, запер там. После вернулся на мостик. Панель управления не пострадала. Активировав камеры, Юрий увидел, что закрытая по отдельным каютам команда развлекается как может. Раймонд спорил с пустотой. Опять. Жулини разборчиво кричал и пряталась в углу медблока. Арнольдш пытался высадить плечом дверь до тех пор, пока не ушибся. Тогда механик-силач, плюхнувшись на пятую точку, принялся ныть, точно пятилетний ребенок. Смитсон рисовал на стене непонятные иероглифы. Из коридора донесся знакомый мотив. Как ни в чем не бывало, на мостик зашел Кошта. — Привет, капитан. Рад вас видеть. — Мигель, а Юджин давно рисует? — Доставал моменты, как вы ушли. — Понятно. А что с Геннадием Павловичем? — Вроде ничего, широко и не пристану улыбаясь, — ответил пилот. — Но где он? Никак не могу найти. — В грузовом отсеке, — собрал Выхин. Просил твоей помощи. — Хорошо. Продолжая напевать, все громче и громче, Кошта покинул мостик. Недва пилот очутился внутри грузового отсека, Юрий заблокировал двери. Что бы ни происходило на корабле, командир остался с этим один на один. На клетку опускалась темнота. Выхин вертелся в капитанском кресле, бесцельно созерцая потолок. Сначала космонавт пробовал ухватиться за какую-нибудь, маломальски годную мысль, однако этого не получалось. То ли ситуация так давила на мозг, то ли сама планета, то ли вообще черт знает что. Голова уже ныла, и он перестал мучить себя вопросами. Запив водой таблетку Цитрина Ультра, Юрий бесцельно водил взглядом по внутренней обшивке корабля. Именно в расслабленном состоянии посетила идея, показавшаяся отнюдь неглупой. В конце концов, попробовать-то никто не мешает? Действительно никто, подумалось Выхину. Все заперты в отдельных помещениях, словно безумцы. Или преступники. Он набрал на сейфе код, открыл дверцу, закоротил замок выстрелом из бластера. Кинул лазерное оружие к арсеналу команды, что хранился здесь для безопасности. Целиком, включая шокер Смитсона. Закрыв сейф, Выхин снова ввел код. Дверца не поддавалась. Дернул ее. Нет, не с места. Ну и отлично, а то еще наделаю глупостей. Выхин вернулся в кресло, коснулся сенсорного монитора, растягивая на весь экран изображение каюты Смитсона. Юджин сладко спал на полу. Командир поймал в камеру одну из стен, нажал увеличение. Объектив показал непонятную череду символов, нарисованных охранником. Достав мини-комп, Выхин сверил письмена на фото с этими каракулями. Они совпадали в точности. Снова попал в нее вопросы. Смитсон расписывал стену неизвестными ему знаками? Зачем? И неужели запомнил их? Возможно, ответ скрывался ближе, чем думалось. Чтобы проверить идею, Выхин переключился на то, что планировал две минуты назад. Расшифровку надписи. Мини-комп по-прежнему не хотел разгадывать послания. Дальнобойщик опять взял инициативу в собственные руки. Раньше он подобным не занимался, но в книгах герои часто взламывали код или шифр, подбирая незнакомым символам аналоги из родного языка. Не особо верив в успех, больше чтобы скоротать время до прилета до заправщика, Выхин с помощью программки Компа подсчитал количество разных букв в инопланетной фразе. Затем узнал число повторов каждой из букв. После этого нашел во всемирной сети справочную информацию о русском алфавите. Выяснив, какие из литер в речи встречаются чаще других, забил сведения в программу, запустил обработку данных. Через полминуты перед глазами появилась таблица, где 33 значкам клеточного алфавита соответствовало столько же букв алфавита русского. Выпадал один символ. По виду он напоминал овал с чем-то вроде английского V сверху и такими же двумя линиями снизу, правда повернутыми на полоборота. Дальше дело техники, однако руки у Выхина вдруг предательски задрожали. Стараясь совладать с собой, он перепечатывал надпись согласно расшифровке. Несколько раз сбивался. А когда все было готово, уставился на получившийся текст с непониманием и недоумением. Перевод не смотрелся просто набором букв. Напротив, абзац вышел предельно ясным, если не учитывать тот повторяющийся овалообразный символ. Вот что гласили письмена. Внимание! Опасность! Непереведенный символ. Срочно покиньте клетку, предварительно убедившись, что не захватили с собой. Три экземпляра непереведенного символа. Пожалуйста, не устраивайте экскурсий. Не рассказывайте никому о клетке. Наша фирма не несет ответственности за непереведенный символ. И любые возможные последствия. С уважением, создатели. Клетка, было первой мыслью. Как мы угадали с названием, а? Интересно, что же тут держат? А может, нас? Если вообще хоть что-то сохранилось на дыреной планетке, кроме пыльных камней. Монолиты ведь могли воздвигнуть сотни, а то и тысячи лет назад. Выхин непроизвольно оглянулся на иллюминатор. Темень снаружи никуда не делась, но к ней прибавилось нечто иное. Отодвинув свисающую из потолка лиану, капитан подошел к иллюминатору. Что на корабле нет живых растений, он понял уже потом, когда смотрелся во мрак и угадал очертания цветущего сада. Деревья, тонкие и толстые. Десятки деревьев. Трава, кустарники, чудных форм и расцветок. А еще, кажется, что-то ползло, летало, прыгало среди буйной растительности. В горле мгновенно пересохло. Сумасшедшая догадка стала долбиться о стенку черепа. Выхин медленно повернулся, только не увидел лианы. Вместо нее внутренности мостика заполонил мистический лес. Перекрученные деревья с багровыми и резными листьями. Здесь же виты длинные стебли, увенчанные пушистыми цветками. Донеслось громкое жужжание насекомых, столь маленьких, что вблизи незаметны. Раскрылись фиолетово-белые лепестки, и в воздух взметнулась оранжевая пыльца. Послышался запах меда, смешанного с йодом. Крупная сине-черная птица с четырьмя крыльями и загнутым вниз клювом, пронзительно крикнув, слетела с зеленой, покрытой ворсом ветки. До слуха оторопевшего капитана донесся писк. Это были не диковинные звери или растения. Кто-то активировал медбота. Пыхен опрометью кинулся к панели управления, включил изображение медицинского сектора. Жули спала, негромко похрапывая. Девушка лежала прямо на пульте. Видимо, экспедитор случайно активировал сканер. Бот завершил обследование, передал на главный монитор снимок. Взглянув на него, Юрий тотчас позабыл о лесе внутри корабля. В мозге Жули находилось желтое облако. Когда командир увеличил картинку, облако превратилось в густую массу, после чего во множество желтых, подбитых белизной точек. А следом экран заполнили фигурки микроскопических существ. Создания очень походили на напереведенный символ из надписи. И еще на рыжих тараканов с земли один, только цвет другой. «Ё-моё!» – ошарашенно произнес Выхин. Смачно, сознанием дела выругавшись, он завел корабельные двигатели. Плевать, что дальше. Гибель в космосе по-геройски куда лучше, чем здесь и так. Если, конечно, топлива хватит, чтобы корабль вылетел за орбиту. Грузолет 31 оторвался от земли. Юрий мельком глянул на индикатор. «Вот черт, горючка почти на нуле!» «Но ведь почти!» – перекрывая лесной гомон, что врывался в уши, заорал дальнобойщик. Гуттаперчевые лианы ползли к панели управления. Кто-то серый и ушастый юркнул под капитанское кресло, когда Выхин направил судно перпендикулярно вверх. На чистом ночном небе клетки были еле различимы две луны в окружении мириада звезд. Большую часть небосклона, скрытую раньше за облаками, занимало неестественное свечение. Перекрещенные под прямым углом желтоватые палки придавали излучению форму решетки. «Земля-семь» выглядела до ужаса знакомо и до дрожи приятно. А представляете, если бы не вырвались, Арнольдыч не договорил. «У-у-у!» – проворщал кошта и носком ботинка сбросил с моста камешек, прямиком в реку. «От таракана в голове миллион раз слышал», – задумчиво вымолвил Райбман. «Но чтобы лично встретиться, да еще с целой планетой этих тварей…» «Рассадник заразы!» – все так же недовольный зря пилот-португалец. «Х-1» – поправил Смитсон. «Кстати, ее нашли?» Капитан не сразу услышал вопрос, и Юджин вынужден был повторить. «Нет, пока ищут», – наконец ответил Выхин. «А что, если мозговые тараканы до сих пор в нас?» – спросил Алексеев. «Обследование показало, что с нами все в норме», – отверг врач гипотезу. Старпом счел нужным уточнить. «Но ведь ни один медбот пока не обнаружил у пациента психического отклонения. Во всяком случае, не в материальном виде». «У нас тогда поселилось столько отклонений», – указал Арнольдович, – «что робот-медик уж наверняка бы засек таракашек». «Значит, они умерли или остались на планете?» – сделал вывод Алексеев. Семен высказал альтернативную версию. «Или выскочили из головы здесь, но до того, как нас просканировал космопортовый медбот?» Кошта спихнул в реку еще один камешек. «Нормальных людей вообще нет», – более сдержан, чем раньше заметил он. «Правда, такое количество тараканов в чьем-то мозгу вряд ли обитает. Интересно, у них есть владелец?» Никому конкретно не обращаясь, принялся рассуждать Арнольдович. «Для чего они нужны?» «Не потому ли зверьков заперли на клетке?» «То есть на Иксе-1?» Механика прервал возглас, молчавший до того Жули. «Ой, смотрите, зайчик!» Экспедитор присела, протянула руку к пышному кусту округлой формы, защебетала. «Ну иди сюда, мой маленький, мой серенький!» Экипаж как-то странно посмотрел на девушку. «Жули, на этой планете не водятся зайцы?» – четко проговорил Выхин. Пятияр выпрямилась, отряхнула одежду. Несколько секунд она разглядывала напряженные лица мужчин-дальнобойщиков, а потом, улыбнувшись, беззаботно проронила. «Поверили, да?» – Жули слегка рассмеялась. «Не волнуйтесь, ребята, это шутка!» «Просто шутка!» Роберту Шекли